МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадоя компании Гомелю, студии Натальи Игнатенко, глядите ухэтым выпуском. Распораджением майомостью на торги позниженных ценах выставляется нерухомость открытого акционерного товариства Гомеля Аблбуд. Имя Франциска Скарыны сёння у ГДУ отбылись урочистості, присвячанная 30-ти годзю присвоенне установе, имя першадрукара и асветника. У итальянским стыле у Гомере пройшёл кулинарный майстр-класс. А зараза в гэта меньшим больш падрабязна. Евразийская тематика, драйверы росту Беларуси, сусветный парадок дня. Александр Лукашенко сёння дау интервью российскому журналисту Сергею Брылёву. Гэта интервью рыхтуется напереда дні саміту керавников держав ЕАЭС, які пройдя на наступным тыдні у Санкт-Петербургу. Тому основная тема размовы – выники работы юразийской пятёрки. Одно з питанье увядучого программы «Вестки» у суботу тычылася того, что з беларускага пункта погляду у Евразийским экономичным союзе необходно довести до розуму. А так само, які падыход официйного Минска на парадку дня ЕАЭС. Вот всё в головах. Знаем, куда идти. Знаем, как идти. Опыт уже есть. Всё-таки, пусть не десятилетие, но скоро пять лет Евразийскому союзу. Пример есть. Разные союзы, в том числе Европейский союз. Мы понимаем, что надо делать, а уже что нельзя, чтобы к Брекситу не прийти и так далее, и так далее. Всё умеем. Но не всё делаем. Вы знаете, мы сами создаём проблемы. Создаются барьеры в торговле. А ведь мы договаривались о свободном движении капитала, рабочей силы, и товаров, услуг и так далее. И везде вот, как у вас, я, Дмитрий Анатольевич, с таким намёком говорил, везде сквозит национальный эгоизм в торговле. Да, да. Но мы знаем, что этого быть не должно. И упирается в следующую проблему. Договорились? Договорились. Железно надо выполнять. У нас пока этого ещё не хватает. Размова трималась глубокой и грунтовной. До речи, эксклюзивное интервью с керавниками держав, як кажуть фишка Сергея Брельёва. Героями его программы были Владимир Путин, Сидзин Пин, Барак Абама, Нурсултан Назарбаев и иншие лидеры сусветной политики. Интервью с нашим президентом мы в 2014 году рихтовали специально для первого выпуска нового сезона выниковой программы «Вестки у суботу». В 2015-м Сергей Брельёв снова встречался с Александром Лукашенком после минских перемог нормандской четверки. Фрагменты сегодняшней разговоры можно будет увидеть в программе «Вестки у суботу» первого «Снежня» на телеканале «Россия-1», а так само на переддне саммиту ЕС у эфиры телеканала «Россия-24». На торги по сниженных ценах выставляется нерухомость открытого акционерного товариства «Гомель-Абл-Буд». Ближайшие аукционы пройдуть 11-го и 17-го «Снежня». На их будут представлены объекты в Жлобине, Рогачеве, Добруши и поселку Кораневка Гомельского района. Евгения Кухаронак с подробностями. Пожатковые цены снижены на 25%. Успеся на продаж администрационные будинки, промысловые пляцовки, складские, помешкания, гаражи и широкие объекты под вытворчие меты. А кроме того, на аукцион выставляются будильниче обсталевание и транспортные сродки. Усего около 50 лотов. Очень много интересных вариантов, конечно, строительной техники, которая достойна внимания. И в хорошем состоянии автобусы, специализированная техника. Подробностями ознайомиться с пропановами можно на сайте Гомель Аблрекламы, организатора торгов. Заяву на уделу в ближайшем аукционе необходимо подать до 7-го Снежного Клюшна. До того же Гомель Аблбуд выставляют на продаж 4 поверхи администрационного будинка у областного центра. Объект, площадь 2,5 тысячи квадратных метров, находится по адресу Малышука, 12. Очень хорошая пешеходная и транспортная доступность. Перед зданием имеется парковка автотранспорта. Есть гаражи во дворе. Просторные и в хорошем состоянии. У промысловой зоне областного центра по улице Борисенки есть еще один объект. Гомель Аблбуда худко выставить на продаж. По куль специалисты проводят оценку нерухомости. Однако ладальник майомости готовы выслухать пропановы от затекавленных особ. Контактные телефоны на экране. Евгения Кухарона, Кихар Марышченко, Телерадо, компания «Гомель». У Гомельским Державным Университете сегодня прошли урочистости, присвеченные 30-ти годзю присвоение установи имя Франциска Скарыны. Эта подея отбылась 29 листопада 1988 года и стала официальным признанием заслуг ГДО по вовучении спадшины белорусского книга «Друкара». С истории университета ознайомился Олег Сенсерову. Официально история Гомельского Державного Университета отличается за 1930-го года. Хоть не выключено, что установа старейшая на один год. Зараз тут зарабели отповедный запад у архивы. У вынику подтверждения в наступном годе университета значить 90-годовый юбилей. От педагогичного института имя Валерия Чкалова до Державного Университета имя Франциска Скарыны гэта история установа, яка мечта могла сказать и по-иншему, в 1962 году Гомельский Гарвуканкам пропонувал присвоить такачастному институту имя Якуба Колоса, а не по неких причинах только гэтым рашением справа и обмежавалася. До речи имя лётчика Чкалова, який по юной часу служил у Гомеля, официально никто не отменял. Коли оно зникло с названием, докладно невядомо, что отрежу с имя Франциска Скарыны, то отремать его на приконце 80-х жадали еще и научальные установы на родиме книга Друкара о полоску. Прошение на крыс гамечан приняли за уликом иснования тут науково-доследжей лаборатории по выучению спадчины Франциска Скарыны. По выникам доследования у гамечане не только опубликовали шерых работ, но и доведались о ней невядомых фактах из биографии книги Друкара. Эта праца, до речи, притягивается и зараз. Конечно, 30 годов назад вельми тьмяные были уявления про особу Скарыны, про его деятельность, про то, что он сделал, и чем он занимался, и навод, коли он жив. Ну, а зараз уже в другой час, слава Богу, мы за все-таки никогда не будем видеть смертельких тайн его життя и творчества, но все-таки основные этапы его життя, основные накераванность, его основная деятельность нам зараз ведома. Что месячное посаджение высшайшего органа самокераванья Гомельского державного университета Совета ГДУ сегодня проходило в поширенном составе. В СУЗе за 30 годом присвоение установки имя Франциска Скарыны и ее сопрацовники отрымали узнагороды, медали, грамоты, подарунки. Юбилей – добрая подстава подвести выники и удокладнить планы. Сегодня университет заявляется ведучей высшей научной установкой белорусского полесия, и хоть покой он не уходить успеть в 500 лепших университетов света, жадание трапит туда о гомельчан. Есть тем больше, что в инших рейтингах Гомельский державный университет имя Франциска Скарыны займает достатково высокие места. Министерство образования несколько рейтингов учитывает, в том числе вебометрикс. Наш университет сейчас на пятом месте в республике и где-то в 15% лучших университетов мира входит. Но это опять же там несколько показателей, в том числе узнаваемость и научные публикации. Олег Синчаров, подержи Капанько, телерадо-компания «Гомель». У регионе подвяли выники працовного семестра 2018-ти назвали «Лепших волонтеров года». Все лето Гомельский областный штаб студентских отрадов сформировал коля 180 молодежных бригад розного профилю. У их составе працавало больше, как 2000 молодых людей. Будовничая, сельско-господарчая, педагогичные и экологичные отрады деничали не только в Гомельской области. Студенты из нашего региона выезжали на працу в Краснодарский край, Сочи и Московскую область. Мы работали два через два в сервисном отряде. На выходных мы путешествовали, даже ездили в Абхазию, в Краснодар, в Ростов, в Геленджике, в Анапу. Весь приехали в Краснодарский край. Ребята работали в фермерском хозяйстве «Ягодная река», которая находится в Костюковке. Мы собирали малину. Наш отряд занял сейчас на областном этапе первое место, как лучший сельскохозяйственный отряд, а также лучший командир и комиссар. Индивидуальна працу на летний период отримала больше, как 5000 студентов региона. Особливая увага до молодых людей, які опрымали удел во уборочные кампании. Лепшие экипажи, водители и сельско-господарчие студентские отряды отримали дипломы и премии у темлику от областного отделения Белорусского фонда мира. Это было давно-давно, 1957 год. Я тоже учился в институте, возглавил студентский отряд, и мы ездили на селену. И 3,5 месяца мы занимались уборкой жерна в Казахстане, так называемый Камышинский район и совхоз Ливановский. Это давно было. Я с удовольствием вспоминаю вот эти годы. Усяго, подчас подведения выника у працуного семестра узнагородили коля 40 студотрадовцев и больше, как 20 удельников волонтерского руху. Пицца, десерты, вытончанные закуски. У розных кутках света прошел тыдень итальянской кухни. В Беларуси он владелся при поддержке итальянского посольства. В Минске итальянских маэстро-кулинары принимают уже третий год. В Гомеле у Першиню. Наш регион стал отдельным, кроме столицы, куда завитали пицца-йолы из Италии. В ресторане они провели уникальный маэстро-класс по приготовлению пиццы и десертов. На им побывала Марина Джалая. Двери ресторана были отшинены для всех мероприемств анонсировали у социальных сетках, тому интерес до его был великим. И не дивно, маэстро-класс от итальянского пицца-йолы падая незвучайная. Причем гамельшане приходили не только попробовать пиццу, или изнять процесс приготовления на камеры мобильных телефонов. Пицца давно стала блюдом интернациональным. Что до ее густо, то по меркованию присутных соправданная итальянская мая не пораунанный смак. Вам пицца? Вкусно? Отличается той, которую делают у нас в гофе? Да, очень. Да, очень вкусно, вкуснее, чем обычное. Как вам пицца? Белиссимо, очень вкусно. Спасибо. Маэстро-класс. Вкуснее пробовали? Честно сказать, до сих пор еще нет. Это грязь. Вы тоже дожовываете? Да. Вкусно было? Превосходно. Тесто потрясающе мягкое, только еще не пробовал бы. Именно сочетание вкусов, ароматов, букет просто превосходен. Сочетание рукколы, оливкового масла просто бесподобно. Очень вкусно. Очень вкусно. Нам понравилось. Вы на пиццу готовите? Конечно. А вот что здесь такое было необычное, что можно использовать итальянские специи и тесто мы совсем другое тесто делаем. Очень вкусно. Так что можно приходить и кушать. У столицы кулинаров и предпринимальников под керовницей бизнесмена Симона Тросарти зауседы чекают с нетерпливостью. Такими ж традиционными могут стать и сустречи у Гомеля. А начиналось все с великого экзамена. Калий идея проводить тыдень итальянской кухни была представлена послам розных краин свету. Первый раз мы прошли такой экзамен, когда нашу идею, наш проект, эту итальянскую кухню попробовали, посмотрели, как проект 15 послов и дальше эта идея распространилась уже на более высокий уровень, как неделя итальянской кухни, как мировой проект. Але гастрономичный тур для удельников не один амета. Головное нагадать обдаунем сябровстве наших краин. И первая обшим говорить итальянцы чарнобыльская трагедия. После ее на оздоровление итальянские семьи ездили тысячи наших детей. Что такое катастрофа на собе отшули и жихары Италии. Два годы тому в невеликем городку Аматрича отбылось землетрясение. Ликвидовать наступствы допомагали люди из всех кутков света. Тому сябровство поддержка взаимовыручка это самое важное. Дякую тому, что сустреша в Гомеле прошла эффективно, насыщенно и по-сябровски тепло, итальянские бизнесмены, которые были в составе делегации, выказали желание вернуться сюда с новыми идеями, пропановыми и суместными планами. Марина Джала, Игорь Марышенко, телеради компания Гомель. В Гомеле подвели выники 14-го областного конкурса сценичного, декоративно-прикладного и выявленного мастерства сирот людей с обмежованными мягчимостями. Мероприемства промерковали до Международного Дня Инвалидов. С творчостью конкурсантов познайомились наши корреспонденты. Влад Корто вместе с мамой приехал Гомель из Хойницкого района. Маль каждый год я напрямую этот дел в этом конкурсе. Целед дуэт в этом году он окончил школу. Мы поступили в Барбрусский аграрно-технический колледж на специальность юристом. Мы поем дуэтом, вообще у нас вся семья поем. Мы в Хойниках участвуем в самодеятельности и принимаем участие во всех мероприятиях города, в том числе и Влад. Дальше представники Хойницкой районной организации Беларусского товариства инвалидов заняли первое место в номинации декоративно-прикладное мастатство. Для конкурса на ведовольнике местовых отделений дюнных изноходжений инвалидов зарабили обрадовые ляльки, отзначили сияны и у инших видах мастатства. Пару человек, которые посещают отделение дневного пребывания инвалидов, вот они на конкурсе сегодня будут танцевать. Мальчик, один студент университета Аскариды тоже был, он читал мое стиротворение. Инвалиды особенные люди, среди них очень много талантовых людей. Просто надо найти этот талант каждому человеку. Стараемся искать, приглашаем, на такие мероприятия привозят. Удельниками конкурсу мастатства стали больше 150 людей за обмежеванными махчимостями. Яны представили 17 районных отделений у беларусского товарыства инвалидов. Дарья, даже самой громадской организации недавно исполнилось 30 годов. Конкурс Талинта на Гомельшине проводится что год и текавость до его растен. Но из этих актовных людей постоянные удельники творческих мероприемств, которые мают опыт выступлений на республиканском и международном узровнях. Самая главная цель, я считаю, что это фестиваль, это все-таки социализация наших лиц с ограниченной физической возможностями, наших членов организации в нашем обществе. Потому что, понимаете, мы должны предоставить для них какие-то равные условия, равные права выразить свою жизненную позицию, свое активное участие, чтобы они не закрывались в четырех стенах, принимали в жизни нашего общества, нашей республики. Пераможцы в конкурсу ознагородили в девяти традиционных номинациях, в северных вокальных и инструментальных жанров, жестовые спевы и актерское мастерство. Ганна Корольчук, Олеся Рудзянкова, Яугин Макенко, Игорь Марышченко, телерадиокампания «Гумель». Тут народжаются мостаки. Выстава, присвеченная 55-ти годзю народной студии выявленного мастерства Валентина Покаташкина, открылась у Центральной городской библиотеки Мягерцена. Студия працует при областном палаце творчества детей и молодых. Тут занимается больше 200 школьников. Педагоги развивают эстетичный густ выхованцев и долучают их до сусветной мастерской культуры. Значная частка занятков проходит на природе. Выник працы юных мастаков представляют шматлики и областные выставы. За 55 годов основания студии Валентина Покаташкина коля 2000 яевыпускников обрали профессии, связанные с веоленшим мастатством. В этом году поступало 10 человек и все здесь поступили. Права не было. А в прошлом году тоже 11 человек поступило. Тоже в академию поступили нашу белорусскую. В университет культуры наш тоже стремятся там декоративно-прикладное направление. Вот связано с гобеленами, керамикой связано. Вот вышивкой, ткачеством. Так что в принципе получить специальности у нас в Беларуси связаны с искусством. Можно, было бы только желание. На выставе представлено 25 работ у техниках живопису и графики. Про их створение дети выкористовывали локи, гуаши, акварель. Познайомиться с творами юных мостаков можно до 9-го снежня. Это и так само и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www. 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 На этом выпуск завершен. Доброго вам вечера и до новых состречу эфиры. Эфир телеканала Белару-4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В двух райцентрах области с разницей в один день задержаны так называемые несуны, подозреваемые в совершении краж с предприятий. За прошедшие два дня при проведении рейдовых мероприятий в Мозере и Жлобине сотрудники милиции пресекли факты совершения хищений продукции с предприятий переработки мясной и молочной продукции. В городе Мозере были задержаны два местных жителя, которые похитили с предприятия мозерские молочные продукты, продукцию, а в частности развесной творог и сметану в количестве 41 килограмм. В настоящее время проводится проверка. А на следующий день уже вечером в Жлобине были задержаны также два местных жителя, которые похитили с предприятия Жлобинский мясокомбинат мясную продукцию на сумму свыше 400 рублей. Поздно вечером сторож Жлобинского мясокомбината заметил, как неизвестные загружают пакеты в автомобиль, стоящий возле административного здания предприятия и нажал тревожную кнопку. Вскоре мужчин задержали. В салоне находились двое жителей райцентра. По факту совершения кражи возбуждено уголовное дело. В Жлобинском районе в собственном доме на пожаре едва не погиб местный житель. Подразделения МЧС выехали по сообщению в деревню Соломоя около 10 вечера. Хозяин 1974 года рождения в момент возникновения пожара спал на кровати. Проснувшись, мужчина выбежал из дома и до прибытия подразделений МЧС находился на улице. После осмотра работниками скорой медицинской помощи мужчину госпитализировали с ожогами спины второй-третьей степени. В результате пожара огнем уничтожена кровля, потолочное перекрытие, повреждено имущество внутри дома. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. В связи с предстоящим понижением температуры и ухудшением условий для автомобилистов сотрудники госавтоинспекции и областной организации Белорусского общества Красного Креста провели совместную акцию. На подъезде в Гомель со стороны Черниговской трассы сотрудники ГАИ выборочно останавливали автомобили, следовавшие в обоих направлениях. Но, к удивлению водителей, вместо обычной процедуры проверки документов инспекторы предлагали горячий чай и кофе, а в разговоре напоминали о мерах предосторожности в сложных погодных условиях – сильных морозов, тумана, метели и гололедицы. Сотрудники госавтоинспекции с волонтерами останавливают на загородных трассах автомобили, предлагают водителям согреться чаем, кофе, также пешеходов угощают чаем, дают рекомендации по оказанию первой помощи в морозы, также по эксплуатации транспортных средств в зимних условиях. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. В течение 15-9 по истечению часа игры счет на табло был 31-17 в пользу команды Игоря Попруги. Для Гомеля это 10-е поражение в нынешнем чемпионате. В турнирной таблице гомельчане на пятом месте. Ближайший соперник команды Сергея Цыганкова – Машека. Могилевчане на третьей позиции. Игра пройдет 2 декабря в Гомеле. В январе хоккейный клуб Гомель отправится в Белфаст. С 11 по 13 января в столице Северной Ирландии пройдет финал континентального кубка. Соперники Рысей в турнире – Казахстанский Орлан, Польский Котовица и местный Белфаст Джайнс. Между тем, в Гомеле произошли кадровые изменения по взаимному согласию и расторгнуто соглашение с Александром Житких, Егором Степановым, Александром Сыреем и Александром Ероновым. Житких уже нашел новое место работы. Форвард перебрался в столичную юность. Пополнили состав Гомеля Андрей Перегуда и Дмитрий Колышкин – оба воспитанники гомельского хоккея. Начали хоккеисты этот сезон в Лиде. В Гомеле сегодня состоялось первенство области по джудо. На татаме зала борьбы спортклуба «Гомсельмаш» за награды боролись юноши и девушки в возрасте 12-13 лет. Участие в турнире приняли более 150 спортсменов со всей Гомельской области. Организаторы не видят в этом ничего удивительного. В последние годы это боевое искусство набирает популярность, воспитывает юных джудаистов не только государственные и профсоюзные спортшколы. Конкуренцию составляют участные спортивные клубы. В перспективе есть шанс, что количество перерастет в качество, а точнее в медали престижных международных турниров, в том числе и Олимпийских игр. Сейчас больше рекламы, если у клуба, у школы какой-то спортивной. Ну, естественно, родители это видят, приводят своих детей. Сейчас очень сильно, конечно, помолодел наш вид спорта. Уже дети начинают заниматься из 4-х, из 5-ти лет. Дети растут, вот они наши звездочки здесь видны. Кто-то боролся в этом году на спартакеаде школьников. В этом году 5-й год уже участвовал по 4-му, 5-му. Есть призеры этой спартакеады республиканской. Сейчас они борются, но видно, что они уже в лидерах. Первенство области – один из этапов отбора на республиканскую спартакеаду школьников, которая состоится в следующем году. На турнир отправятся лучшие 9 юношей и 8 девушек. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.